Очень часто Кадыров использует в своей пропаганде фактор ваххабизма, говоря, что ваххабиты не уважали старших, они чуть ли разрешали жениться на сестре и матери. Ну, распространенные такие заблуждения, конечно, это не является правдой, все это Кадыровская ложь, и не только Кадыровская. Но вот одним из таких обвинений является то, что якобы так называемые ваххабиты не уважали и не уважают потомков пророка, или мое благословение Аллаха, то есть урайшитов, и потомков наших так называемых устазов, шейхов, Авлия, они их называют. В Чечне живут потомки этих людей, там, кунта-хаджи, допустим, каких-то других, там, Авлия, Авлиниевых, и так далее. И они в народе, особенно у последователей вот этих суфистских орденов, эти люди являются очень почитаемыми людьми, уважаемыми. И они вот главным таким, одним из главных обвинений было то, что вот якобы ваххабиты, они их не уважали, ни во что их типа не ставили. Вот я хочу показать вам старую архивную съемку, где говорит не ваххабит. Это говорит один из командиров нашего сопротивления того времени, известного в народе как Вох Асланбек, Большой Асланбек. Послушайте его речь минуты с лишним. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это правильное мнение, правильная позиция в отношении любых людей, потомками кого бы они ни были и насколько бы уважаемыми в обществе они ни были, вот это правильная позиция. Обратите внимание, это 96-й год, еще первая война, российско-чеченская война, еще идет, она в разгаре. И тот, кто разговаривает, это вообще не ваххабит, близко не ваххабит. Это Абдул-Хаджиев Асланбек, более известный в нашем народе как Вох Асланбек. Большой Асланбек, что означает Большой Асланбек. И это время, когда о ваххабизме большинство даже и не слышало. И он говорит, что вот эти, что кто-то там привез, какой-то молодой парень привез, значит, потомков пророка, мир ему, извиня, Аллах, от него, хора ишитов, которые проживают у нас в республике. И потомков каких-то устазов влияло. И сказал, мол, вы, говорит, молодцы, вы очень хорошо воевали, очень смело воевали. Вот сейчас, типа, вот эти люди, уважаемые люди, они, значит, войну завершат, типа ее прекратят. На что этот Асланбек, говорит, ему ответил. Так, мы, говорит, хорошо воевали, да, говорит, хорошо, мы смело воевали, смело. Вот мы эту войну сами и завершим. Если нам нужна будет помощь от этих хора ишитов, там, или от потомков этих устазов, то мы их попросим и привезем, там, какую-то роль им в этом деле дадим. Но нам, говорит, ничего, становиться, типа, над нами, там, и что-то решать не нужно. Абсолютно правильно говорит. И он никакой не ваххабит. И вот дальше, послушайте, дальше он говорит, что эти люди, говорит, эти хора ишиты, которые у нас здесь живут, это потомки. Он говорит, Абу Джагаля. И если вы, говорит, не верите, я могу вам сейчас показать, чем эти люди занимаются. Когда вам ту подобную чушь кадыров несет, про ваххабитов, которые не уважали там потомков и так далее, покажите ему на большого Асланбека. Это, кстати, большой Асланбек и маленький Асланбек, без шалей. Это люди, которых очень уважал, ну, на тот момент, по крайней мере, и его отец, и, я имею в виду, отца Кадыров, Кадыров-старший. Покажите ему это видео. Я думаю, у Анзора Масхадова есть очень ценный архив. И когда он стал выкладывать, вы же помните, до сих пор свою деятельность Анзор вел, даже как-то не пытаясь не упоминать их имен. Он как-то, ну, мало о них вообще говорил, в принципе. Когда там его не оставляли, прям, да, что-то там запрашивали, он мог как-то что-то прокомментировать, но даже не называя их имен, он это делал. Но в то же время, когда они начали какую-то ложь выливать, там, в адрес Аслана Масхадова, делать какие-то явно лживые высказывания, Анзор стал это опровергать, выкладывая их же слова, сказанные до того, как они перешли на их сторону. И, по всей видимости, это спровоцировало их. Они стали отвечать и еще больше себя закрапывали. Я посмотрел перед эфиром вчерашнее или позавчерашнее какое-то обращение Хамбиева к Анзору, где он говорит, что мы, типа, не предатели, обвиняет Аслана, что он что-то там продал Ичкерию, встретился там в Шатуе с Басаевым и другими представителями, и что там его вынудили чуть ли отказаться от нашей государственности, от чеченского флага, снять с себя погоны, надеть там их какой-то погон. И он вот единственное смог, он говорит, отстоять этот флаг, сказал, что я не откажусь от флага, но, типа, ваш флаг, я вот на него поверх там, типа, одену этот флаг, и вот вы видите, говорит, что после этого у него бывает на фоне всегда флаг нашей государственной, и поверх там бывает, мол, их флаг, их, это там ваххабитов, арабов, я не знаю, что он имеет под этим. И это, конечно, ложь, это все очень грязная ложь. Первое, что должен любой порядочный человек, мусульманин особенно, когда он видит вот такую информацию, и он понимает, от кого идет эта информация, от лживого предателя, он, конечно же, должен сразу же отвергать такую информацию и искать более правдивые источники. Это неправда. Та встреча, которая была в 2002 году, это... Он это представляет так, как будто бы Аслан Масхадов вынужденно, из-за того, что у него не было денег, пошел там на эту встречу. На самом деле, эту встречу искал не Масхадов, эту встречу как раз искала та сторона. Вот те самые арабы, о которых он говорит, это эти арабы настаивали, искали пути к этой встрече, к этому объединению. И Масхадов просто согласился на это. И да, действительно, тогда это было тяжелое решение. Да, были споры. Эта встреча там проходила где-то неделю, по-моему, они как не могли договориться. У Басаева с Масхадовым были серьезные разногласия. Они каждый раз садились и каждый раз расходились на том, что друг друга в чем-то упрекали. В конечном итоге там обоих привели к тому, чтобы они пришли к согласию. И здесь очень большую, весомую роль в этом объединении сыграл Резван Ахмадов. Да помилует их всех Всевышний Аллах. Благодаря жесткой позиции Резвана Ахмадова, его жесткому ультиматуму, там все в итоге пришли к согласию. И самое важное, что вам не сообщает Хабиев, это то, что все они объединились под командованием Аслана Масхадова. Не Аслан Масхадов пошел под них, как это преподносит Хабиев, а все они объединились, согласившись с тем, что лидером является Аслан Масхадов. Все остальное, то, что там говорит Хабиев, это все чушь полная. Это как раз, это было то, что было так ненавистно Хабиеву, Кадырову и всем остальным. Это объединение. Действие Масхадова – это действие руководителя, лидера, который болеет за идею, за общее дело. Да, несмотря на то, что у него были претензии к многим из присутствовавших на том Маджвисе людей, несмотря на это он понимал, что борьба с врагом будет гораздо более эффективной, если он сможет подчинить вот эти вот разрозненные группы. Он это понимал. И поэтому он пошел на это объединение, закрыв глаза на то, что у него есть определенные претензии и разногласия с какими-то отдельными членами нашего сопротивления. Так и должен поступать лидер. Это никогда не поймет Хамбиев, Кадыров, им этого не понять. И говоря, что сопротивление будет более эффективно, это я, наверное, как-то мягко высказался. Без этого, без этого объединения сопротивляться такому врагу, как Россия, мощному государству, да практически невозможно. И это прекрасно понимал Масхадов. Поэтому он, будучи лидером, грамотным человеком, болеющим за свой народ, за идею, за дело, он пошел на это и сделал абсолютно правильно. И вот эти вот моменты там с флагом, то, о чем говорит Хамбиев, Масхадов действительно на наш государственный флаг сверху повесил маленькое черное полотно с мечом и с надписью «Аллаху Акбар». Он это сделал именно для того, чтобы эти группы, которые находились на территории нашей республики, при этом они не являлись даже чеченцами, чтобы этих людей взять под контроль, чтобы их подчинить. Он сделал это абсолютно правильно. И это не изменение нашей государственной символики. Он просто сказал, вот сейчас идет война, это будет знаменем войны. Что вот на период войны у нас будет вот такое обозначение. Все. Ничего более он не делал. И это тоже оправданные, абсолютно правильные действия от нашего президента. Что бы ни говорили подобные люди, подобные Хамбиеву, вы должны понимать, что у них нет другого выбора. Они, конечно, будут болтать. Конечно, они будут сегодня пытаться как-то оправдать свое предательство. А это люди, которые вчера, находясь на той стороне, высказывали какие-то очень громкие речи, вплоть до проклятия тех, кто перешел на ту сторону. Конечно, Хамбиев говорил о том, что те, кто перешли на сторону России, они испачкали свою историю, историю своих потомков, испортили будущее своим потомкам, говорил Хамбиев и перешел на их сторону. Конечно, он будет сегодня вести подобные речи. Конечно, он будет оскорблять этих лидеров, которые прошли путь достойно. Он их ненавидит всем сердцем. Только лишь из-за того, что они прошли этот путь достойно. Что они не предали. Потому что их достойный уход, это пример для нас. Это та аналогия, это то противопоставление этим людям, которое мы с вами делаем. Когда Хамбиев и Кадыровы рассказывают нам о своих каких-то подвигах, о том, что они вынуждены были так поступать, мы с вами вспоминаем Масхадова, Гелаева, Басаева, других. И мы видим, что они так не поступили. Так как Хамбиев и Кадыров. И это дает нам понимание того, что эти люди предатели. Поэтому не нужно вообще удивляться этой болтовне и обращать на это внимание. Что касается лично самого Хамбиева, то это настолько ничтожный человек. Мне даже сложно его сравнить с кем-то из существующих или живших когда-то людей. очень сложно. Его скорее легче провести какую-то аналогию с чем-то неодушевленным. Когда в раковине моешь посуду, и после того, как эту посуду помыли, там бывают остатки еды, моющего средства. Это все в перемешку каких-то там отходов. Вы видели, вот в этом месте в стоке на этой сетке собираются вот эти отходы. Они очень мерзкие. На них не хочется дотрагиваться. Голыми руками брать это и выбрасывать бывает очень противно. Это очень какая-то мерзкая жижа. Вот эта мерзкая жижа, она гораздо более приятнее Хамбиева. Лучше я бы дотронулся до этой жижи. Я бы взял своими голыми руками ее и обмазался бы ею, чтобы не дотронуться до Хамбиева. Настолько это омерзительное существо. То, что он сделал, вот это вот их предательство, Хамбиева, Кадырова и прочих, это омерзительнее, этого ничего быть не может. Лучше обмазаться вот этой жижей. Лучше жить с этой жижей, чем жить с Хамбиевым. И вот эти люди, после того, как они записывают подобное обращение, они после этого выключают камеру, идут в ванную, чтобы помыть свои руки, смотрят в зеркало, и в зеркале они видят предателя. Понимаете? И никуда от этого не деться. Они приходят, садятся за стол со своей семьей, со своими женами, детьми, и все присутствующие там на кухне знают, что они предатели. То, что сделал Хамбиев, это подобно тому, как, вот представляете, я сейчас веду вот эти разговоры, критикую, называю этих людей предателями, сравниваю их с жижами в раковине. И представьте, я завтра перехожу на их сторону и начинаю говорить, что Ахмат это сила. Просто представьте себе на минуту вот подобное. Тумсо, который здесь несколько лет рассказывал вам о том, какие они предатели, насколько они ничтожные, вдруг переходит на их сторону, включает камеру и начинает после, ну, говорить какие-то вещи о том, что они, мол, нормальные люди, и потом по завершению своей речи говорит, что Ахмат сила, какие-то респекты выражает и выключает. Представьте себе, и после этого я иду и со своей семьей сажусь пить чай, такой лев бывает, сел и такой, ну, наливай мне чай, говорю своей жене, а моя жена, она-то со мной все это время жила, она-то видела, как я вот эти речи вам тут толкал, и она-то знает, что я в какой-то момент просто взял и переобулся на ходу. Она знает, кто я, что я из себя представляю. Мои дети знают, вы все это знаете. Ладно, с вами-то я не контактирую, я не живу, вам я тут на камеру эту речь толкнул, но с ними-то я живу. С ними-то я должен всю эту жизнь свою прожить, пить этот чай каждый день на кухне для своей жены. Я должен выглядеть хотя бы как мужчина перед ней. И как, и как, каково это, подумайте об этом. Она-то знает, она-то знает меня, она-то все это вместе со мной проживала. Вот теперь примерьте это на себя, представьте, каково этим людям. Вот он выключил эту камеру, пошел, сел за стол и говорит своей жене, чтобы она положила кушать. Как он учит своих детей? Что он этим детям объясняет? Вчера он рассказывал и детям, и всем нам, что нельзя ни в коем случае придавать идею, нужно до конца проходить на своем пути. Приводил нам в пример Байсангура Бенойского, говорил, что его батальон назван именем Байсангура Бенойского, и поэтому у него нет вообще ни малейшей возможности переметнуться. Что если даже он подумает об этом, те люди, которые его окружают, ему не позволят это сделать, говорил он нам. И переметнулся. И вот его семья, его супруга, его дети, которые это все видели, они с ним, они были с ним тогда, они видели его, когда он эти речи толкал, и видят его сейчас. Вот подумайте, каково этому человеку, каково его семье, каково его потомкам. Подумайте об этом. Михаэль, шалом ахин на айфон 13, парни, давайте сделаем нашему Тумсо приятного. Благодарю, Михаэль.